Кубки, медали, индивидуальные призы и сувениры – это традиционные подарки детского футбольного турнира на призы Виктора Карпова. Соревнования проходят в 15-й раз. Виктор Иванович ушел из жизни в прошлом году, ему было 93 года. Но соревнования не канули в лету. История должна продолжаться, считают его ученики и ветераны Куйбышевского самарского футбола. Для нас это, конечно, большая утрата, потеря. Потому что это он вывел нас на поле, когда-то молодым доверял, ставил, делал все, что возможно было от него, чтобы мы стали футболистами. Надеемся, что вот новые, те молодые ребята, которые не видели, но которым бы я желал тоже каждому из них такого же тренера, как Карпов. Если не сейчас, то в будущем. Организаторы Кубка Карпова надеются, что этот турнир и дальше продолжит быть кузницей футболистов, которые в будущем станут звездами самарского спорта. Еще недавно легендарный тренер готовил юных игроков в большой спорт. Сегодня это делают его последователи. 14 турниров мы под покровом. Часто Виктор Иванович даже в прошлом году приезжал сюда и можно было буквально прикоснуться к легенде. Но история не останавливается, жизнь продолжается. И поэтому, сохраняя традиции, мы проводим 15-й, также играют 12-летние мальчишки, будущие звезды. В однодневном турнире играют 8 команд из Самары, Отрадного и Тольятти. Огромный коллектив любителей футбола и почитателей таланта Виктора Карпова. Это меценаты, клуб крылья советов, областная и городская федерации. Самое главное, что мы этот турнир проводим. Самое главное, этот возраст сегодня у нас в области очень интересный. Много ребят талантливых. Плюс, скажу так, мы турниры проводим для того, чтобы еще проводить и селекционный отбор. Поэтому сегодня здесь и главный тренер Академии. Ученики Виктора Карпова продолжают его миссию. Помогают юным и талантливым футболистам пробиться на вершину большого спорта, как когда-то это делал и сам великий самарский тренер и футболист крыльев советов. При нем клуб занимал четвертое место в чемпионате Советского Союза. Становился финалистом Кубка страны и чемпионом России. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...